Приветствую вас в вашем тексте, помимо вопросов. Я бы хотел обратить внимание на два момента. Первое, это то, что мне показалось, мужчину вы переделали под себя. А второе, это то, что у мужчины нет мотивации для того, чтобы давать вам то, что вы хотите. То есть, чтобы давать романтику вам и т.д. То есть, вы мужчине говорите, что вам нужно, но как вы его мотивируете на это? А никак, скорее всего. Просто сказали и ждете, что он будет что-то делать. А мужчины считают, что они так достаточно много делают. Вот. И дело здесь совсем не в том, что я, например, считаю, что это так или что-то не так. Главное, что мужчина не делает то, чего вы хотите. Ну, не дает вам того, чего вы хотите. Вот. Это проблема. Вы его не мотивируете. Это тоже проблема, что вы его не мотивируете. Почему вы его не мотивируете. Потому что вы ничего не делаете конкретно для того, чтобы он вам это давал. Вы не отстраняетесь от него, например. Вы не отдаляетесь от него, например. Вы не говорите ему нет в чем-то. Например, в сексе, допустим. Вы не отказываетесь что-то для него делать. Вы не взаимодействуете с другими мужчинами, тем более раз вы активный человек. А как еще вы хотите, чтобы у мужчины была мотивация? Еще раз. Мужчины мало попросить. Чтобы это было адекватно, ему нужна мотивация. А мотивация у него не создается. Поэтому подумайте, как бы вы могли мужчину замотивировать. Например, не хочешь делать романтику? Ну, не хочешь сам давать мне романтику, да? Никакого секса, допустим. Жестоко? Да. Манипуляция? Да, манипуляция, честно. Ну, а как по-другому? Вам романтика нужна? Нужна, ну, такой вы человек. И все, а мужчину по-другому не замотивировать. Тем более, если этот человек оседлый. Вот. Кроме того, да, вы ему внушили, вы ему внушили, что вы от него никуда не денетесь там и т.д. и т.п. И он тем более решил, а какая романтика вообще? Не, никакой романтики. Все, хватит. Понимаете? Это первое. Поэтому здесь вот мотивация. Второе. Знаете, вот у меня случилось такое впечатление, что вот, да, вот то, что вы пишете, да, что вот мы, 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 к нему вот это вот пришло не сразу, это вот осознание мы. То есть такое впечатление, что вы считаете, что это хорошо, мыкать. На самом деле, нет. На самом деле, на самом деле, ничего хорошего в том, что вы оба мыкаете, нет. То есть, конечно, 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 есть вы, как пара, но есть еще и он, есть еще и вы. А у меня отважилось впечатление, что вы своего мужчину привели к тому, что его одного, как такового, вообще нет. Теперь все, что он делает, это делает только для семьи. А семья это кто? Муж и жена. А муж и жена это кто? Это не мужчина и женщина. Муж и жена это хозяева, это родители, это пары, это субъекты какого-то дела и все. Вот он себя так и ведет. Муж и жена не делают друг другу романтики. Романтику делают мужчина и женщина, понимаете, романтику делают мужчина и женщина, не муж, а жена. Вы же своего мужчину приучали к тому, чтобы он говорил мы. То есть, чтобы он был вашим мужем, идеальным мужем, он им стал. Но теперь вам это не нравится. А это значит, что либо у вас неверная модель поведения, которая, как сказал мой коллега Кудряшов Игорь Леонидович идет из детства и ее нужно корректировать. Либо вы просто на когнитивном уровне, да, то есть на уровне сознания неправильно выбираете средства для достижения своих целей. Вот. Это два аспекта. То есть, если вы хотите романтики, откажитесь от мы. И мужчине своего, мужчину своего перестаньте, вот как бы, ну, подавлять, да. Я тут, я даже, ну, не подавлять, а менять, переделаю. То есть, вы пишите, вот он не заново может садить их со мной, стало все по-другому. Вот. То есть, это вы его направляете. Это вы его направляете. Вы активны, а он такой вот оседлый. Из-за того, что вы активны, а он такой оседлый, да, вот вы, соответственно, вероятно больше его направляете. Но тем самым вы на горню привлекаете любую его инициативу. Вот. Что для такого вот оседлого человека, ну, это далеко не самый лучший расклад. Опять. Опять-таки. Вот. Понятно? Помните, что вы выбрали себе в мужья, да, в партнеры, оседлого мужчину. То есть, мужчину достаточно инертного, достаточно такого ленивого, спокойного, да, флегматичного. А это значит, что не романтичного. Вы выбрали его не специально, потому, это не случайно, потому что, возможно, вам была нужна стабильность. Возможно, вам была нужна стабильность. И это хорошо. Хорошо, что вы выбрали такого человека, который вас устраивает, но будьте готовы платить и цену, которая за это есть. То есть, за все нужно платить и за стабильность в данном случае платить нужно тоже. Вот вы и платите цены за стабильность в виде заниченной романтики. Если бы у мужчины была романтика, ну, по отношению к вам, возможно, были бы и другие аспекты, например, более активная позиция, более активный интерес к женщинам, например, ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть, у меня нет ощущения, что вы, как бы, сознаёте цену, сознаёте цену за, вот, ну, за свои действия, за свой выбор, то есть, цените свой выбор. Вот, у меня нет такого ощущения, у меня нет такого чувства, вот. Теперь, что касается внимания и романтики. Здесь история следующая. Что касается романтики, здесь история следующая. Значит, потребность во внимании, чувство, точнее, потребность во внимании, это потребность базовая. По маслу, вот, это базовая потребность, и она есть у каждого, вот. Знаете, внимание, вот, вы, почему-то, хотите внимание, как бы, на ровном месте, то есть, вы требуете к себе романтики. Вы в этом нуждаетесь. То есть, вы перекладываете на мужчину ответственность за то, что вы хотите внимания. На самом деле, это именно вот так и называется, предложение ответственности, то есть, детская позиция. Вот, если вы нуждаетесь в, значит, в романтике, во внимании, то вам нужно самой для этого что-то делать. Хотите внимание, относитесь к другим людям так, как вы относитесь к себе. Выработайте или подкорректируйте адекватное отношение к себе и относитесь к другим так же, это самая простая рекомендация. Вот, но если серьезно, то тут нужно более детально рассматривать, что вы подразумеваете под вниманием, да, то есть, что вы подразумеваете вот под вниманием к себе. То есть, как вы себя чувствуете, например, без внимания. Вы теряете ощущение себя женщиной и так далее, а значит, вы сомневаетесь, ну, сомневаетесь в себе, как женщина. Вот, может быть, вы, там, чувствуете себя одинокой в этот момент, значит, вы не принимаете себя, ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть, внимание для каждого отношает свое, важно понять, что, что, что отношает внимание для вас. Вот. В данном случае, если вы говорите внимание, романтическая цель, мне кажется, что речь идет исключительно об ощущении себя женщиной. Вот. Но, простите, женщиной вам нужно чувствовать себя всегда, вне зависимости от того, что делает ваш мужчина вам романтический или нет. Смотрите, какая история. И это, вот, вопрос, опять же, к вам, да. То есть, с одной стороны, нужно, чтобы ваша потребность была адекватной, вот, чтобы это не превышала возможности мужчины, ну, мужчины, реальные возможности мужчины, чтобы не превышала. С другой стороны, вот, нужно все-таки подкорректировать ваше поведение касательно требования этого самого внимания. Для вас. Ну, потому что, если адекватно не выражать свои просьбы, не вещать свои интересы, то вас вообще будут обесценивать. То есть, женщина-женщина, но все-таки мужчина должен же как-то ценить свою жену, да. А если он ничего не делает вообще, то тут уже дело не в женщине, а то дело в том, что мужчина утратил, может быть, интерес к вам, как к женщине, вот. Но еще раз повторю, очень многое зависит от типа личности вашего мужа, понимаете. То есть, ваш муж, этот человек оседлый, да, этот человек пассивный достаточно. Может ли он дать вам то, что вы хотите? Большой вопрос. Вот, понимаете. Так что это вот такая история. Может быть, вы запрещаете себе иметь партнера, который бы делал вас женщиной, который давал бы вам возможность почувствовать себя женщиной. И считаете, что мужчина, ну, именно муж должен быть вот таким, а партнер там для более личных вещей, он должен быть все-таки на стороне, либо вы его вообще не достойны. Понимаете. То есть, в любом случае, здесь есть где-то недооценка, недооценка себя, и где-то здесь есть запрет. С чем и нужно работать. Вот. Давайте, значит, смотрите, да, ну, во-первых, как бы, проблема ваша, да, это понятно. Вот, я определил сразу, он мой человек, у меня готовая степеница. Готов... эээ... Готовность от степеницы должна прийти сама с собой, а не с кем-то. Вот. Вроде любя, но только со временем стал выражать свое желание в виде мы для нас. Это очень плохо, что он так решил. Вот. Антон из тех парней, что никогда не думал об этом. И вы его сделали таким, что, собственно, породило в нем отношение к вам, возможно, как к родителям, что и принизило его ваше восприятие как женщины. В частности, из-за мы, то есть единое целое и потеря идентификации лично, личностной. В частности, из-за того, что вы его переделали. Сейчас он решительно серьезен для вас, если вы думаете, что вы это одобряете. У меня проблема, мне не хватает, эээ, внимания, комплиментов, романтики. Что вы делаете для того, чтобы приобрести романтику в отношения? Вот именно вы. Вот. Значит, всю жизнь прожить в такой засухе. Я боюсь. Я не сомневаюсь нас, но этот момент. Мне приходится постоянно крепиться. Как-нибудь. А крепиться в смысле? Вот здесь противоречие к кокосу, да, капец. Или потребность свою выращивать. А вы не пробовали рассматривать альтернативные способы получения внимания и комплиментов? Например, от других мужчин, допустим. И тем самым, создавая конкуренцию и для Антона, чтобы Антон тоже боялся вас потерять и так далее. Вот. Опять же, почему это засух? Это, в принципе, для некоторых людей норма. Вопрос только в том, что для вас это не норма. Но для вас было нормой и человека переделывали. Для вас норма, говорите, мы. То есть, понимаете, вот как бы мне кажется, что мы это надо. Надо, надо, чтобы вы были готовы остепениться. Надо, чтобы Антон выращал свои желания в виде мы. Хотя, на самом деле, это не надо, и это очень деструктивно. Надо, чтобы Антон был решительным. Надо, чтобы со мной у него всё изменилось. А хочу романтик, это всё уже на последний раз, на последний план. А нужно было сразу. Сразу. Сразу нужно было. Так себя оставить. У этого не сделали. Теперь это проблема. Поэтому вы определитесь, где у вас нас надо, а где у вас хочу. И насколько вредит вам ваше надо, и насколько вы используете для себя хочу. И самое главное, какая вы настоящая. Когда надо или когда хочу. Ещё раз повторю. Мы. Мы. И тут вот мы для нас. Это очень, очень деструктивная позиция для пары. Ну вот. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Я. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Небольшой такой подскриптум. Просто, чтобы вы понимали, да. Это очень деструктивно, но это всё-таки должно быть. Просто у вас по тексту очевидно, что, во-первых, вы занимаетесь родительскую позицию по отношению к Антону в силу своей активности. Это неприемлемо. Вот. И во-вторых, то, что позиция мы занимает очень много места. К разу больше, чем ну. Это тоже неприемлемо. Так позиция мы, конечно, должна быть. Но в чётких определенных моментах. Вот. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.